Всем привет! Ты смотришь Универ Ньюс. Сегодня с вами я, Аурелия Сташкова. Начинаем наш выпуск. Субтитры делал DimaTorzok В результате математики и механики прошла защита дорожной карты. Проанализировав свое положение, руководство института определило основные точки роста. О основных стратегиях и целях смотри далее. 30 июня состоялась защита дорожной карты института математики и механики. Проанализировав свое положение, руководство института определило основные точки роста. Поставлены задачи достигнуть планируемых результатов, а именно повысить предметный рейтинг. Исследованиями в области математики и механики. Представители института собираются путем увеличения исследовательской деятельности, а значит и публикационной активности. Вот здесь приведен предметный рейтинг по математике среди губов Российской Федерации. Например, что если посмотреть на вот эти вот цифры, я их анализировал, и видно, что наибольшая чувствительность, конечно же, этого показательного, суммарного в последней колодке, наибольшая чувствительность вот в этой группе, то есть академическая репутация, индекситирует. Именно там у нас были определенные проблемы. Основная стратегия института заключается в естественном уровне подготовки обучающихся к квалификации математики и механики за счет улучшения качества образования, науки и международного сотрудничества. Наибольшее количество защит, абсолютно показатели, 26 защит за прошлый год. Вот это вот является, я считаю, работой. То есть из этого я хочу сделать какой вывод, что с академической репутацией в той главной цифрове, в том, что я уже сказал, у нас в роли подъема ничего. 2017 год для КФУ особенный. 1 декабря исполнится 225 лет со дня рождения великого русского математика Николая Ивановича Лобачевского. Разумеется, память о великом ученом и глубокое уважение к его достижениям живо в университете. В честь Лобачевского было принято решение связать 2017 год с его именем. В год ученого университет реализует целый ряд проектов. Открытие Международного научно-образовательного математического центра проходят математические конференции, лекции приезжих ученых и форумы. Кроме того, в КФУ возрожден конкурс на соискание медали имени Лобачевского. Согласно решению международного жюри, математиков и лауреата филдовской премии, конкурс подразумевает денежную премию в размере 75 тысяч долларов. Аурелия Сташкова, Ленардо Влитяров, Универниус. Новая разработка ученых Казанского университета решит злободневную проблему – транспортировки газа в экстремальных арктических условиях. Что такое казанские ингибиторы и для чего они нужны, выясняла Аделя Шмилова. На сегодняшний день ни одна страна не готова к добыче ископаемых в суровых арктических условиях лучше, чем Россия. Однако великолепная техническая готовность составляет лишь половину дела. Найденное университетскими учеными решение позволит России уйти в отрыв в этой арктической гонке. Нашим ученым удалось разработать кинетические ингибиторы. Это вещества, которые замедляют процесс образования гидратов при транспортировке углеводородов. Руководитель стратегической академической единицы «Эко-нефть» поделился некоторыми подробностями новинки. Мы знаем, что в Арктике как раз есть и в Арктике, и тех месторождений, которые находятся на шельфе. Там проблемы связаны с тем, что газ с глубины, где достаточно высокая температура, попадает в условия, где уже температура ниже. И если есть в этом газе вода, то возможно образование газовых гидратов, которые просто создают пробки, тромбы и фактически останавливают эту транспортировку. И мы разрабатываем реагенты, которые позволяют бороться с этими проблемами. На данный момент ученые детально исследуют саму технологию, чтобы в ближайшей перспективе запустить производство реагентов в промышленных масштабах. Адель Шамилова, Владислав Михнеевский, Универньюс. 29 июня свое видение стратегии развития университета и вклада в этот процесс физиков КФУ раскрыли на защите Дорожной карты Института физики. Как это было, ты увидишь сюжет Дианы Шиловой. 29 июня стояла защита Дорожной карты Института физики Казанского федерального университета. Это уже третья версия Дорожной карты Института. Изменения вносились как реакция на внешние воздействия. Неизменным оставалась стратегическая цель попасть в 100 лучших университетов мира. Я думаю, что не имея амбициозных целей, мало что добьешься. И теперь вот, что такое для нас, вообще говоря, предметный рейтинг. Это тот самый детектор, к которому мы привыкли, который должен измерить, оценить в той или иной мере, как мы с вами работаем. То есть это не есть реально сама цель, а это есть тот детектор, который позволяет нам понять, и благодаря, в общем-то, в том числе усилиям и зарубежных агентств, как мы с вами работаем. Стоит отметить, что на базе Института физики ведет свою работу САИ «Островызов». Основная работа Института ведется в том, чтобы инициировать больше медисциплинарных проектов в связке с другими подразделениями и партнерскими университетами. Например, внимание заслуживает направление на стыке физики и инженерии. Так, в ходе выступления упоминалось и о создании медицинского оборудования. Благодаря взаимной заинтересованности, тесная работа по постановке задач идет постоянно. Три лаборатории работают физических. Одна как бы по ЭМР, вторая, так сказать, вот, вернее, третья группа, которая сейчас в структурную биологию, с ЭМР ушла, это вот Альберт Вартанович. И еще одна группа, это по лазерам. Давайте подумаем, как провести нормальные доклинические исследования, в первую очередь, и на базе, на парижской коммуне. Собравшиеся пришли к выводу, что, учитывая историю, возможности и перспективы надежды, возлагаемые на Институт физики, вполне оправданы. Однако, для этого следует преодолеть собственное внутреннее сопротивление. Если мы не пойдем и не будем работать со школами, мы ничего хорошего не получим на входе. Не получив ничего хорошего на входе, мы потратим усилия в несколько раз больше, для того, чтобы кого-то хоть возьмут. Институт физики дал представление, свое введение по лабораториям. Там, как минимум, 3-4 должно быть, либо 5-6, чтобы у нас был отбор. Второй вопрос, по профориентационной работе, может быть, мы им введем грады, для учителей школ физики, я условно говорю, по итогам поступления в Казанский федеральный университет на ФИСВА. Стоит отметить, что Институту физики стоит ввести тщательную работу с поступающими. В этом году университету госзадание уменьшено на 200 миллионов рублей, это по студентам, порядка 200 миллионов рублей. Откуда это все идет? А это, вот все это сокращение, не потому что там плохо, там государство что-то, да, там есть проблемы с определением нормативного финансирования, которое сейчас есть, это проблемы с отчислением. В целом, проект дорожной карты Института физики Казанского федерального университета прошел защиту. Будут внесены некоторые корректировки, которые лягут в основу работы Института. Диана Шилова, Леонард Вельсиаров, Универньюс. Португальцы, чилийцы, немцы и мексиканцы посетили матчи Кубка Конфедерации в Казани. Какие эмоции они передали городу, узнаете в следующем сюжете. Казань попрощалась с международным футболом на целый год. Мы вспомним, какие эмоции придали приезжие болельщики нашему городу. Начнем с первой игры, в которой встречались сборная Португалии и Мексики. Улица Баумана была взбудоражена гораздо раньше начала самого матча. Балом правили мексиканские фанаты. За день до встречи на Казань-арене наша съемочная группа подглядела за ними в баре, где представители страны Сомбреро и Кактусов болели за сборную России. Матч на Казань-арене получился весьма эмоциональным. Ничья в концовке встречи с явным фаворитом добавила положительных эмоций всему стадиону. Кроме португальских фанатов, естественно. А заканчивался Кубок Конфедерации в Казани матчем полуфинала Португалия-Чили, в котором также ярко показали себя чилийские болельщики. Они были абсолютно везде. И в центре города, и у входа на стадион, и в телекартинке. Да и сам матч закончился положительно для большинства присутствующих на стадионе. Можно с уверенностью сказать, что Казань успешно справилась с испытанием под названием Кубок Конфедерации. Остается ждать главного – чемпионата мира. Александр Дегтярев, Роман Полинсков, Универньюз. Это были все новости на сегодня. Следи за нами в социальных сетях. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok